В субботу бывший президент Барак Обама отправился играть в гольф в загородный клуб Роберта Трента Джонса в пригороде Вирджинии. Он является членом этого клуба. Водителя отвез Обаму на поле примерно в 40 милях от его дома в округе Колумбия. Вот его фотография. Если вы посмотрите, то увидите, что Обама отлично проводит время, и, честно говоря, почему бы и нет, на природе просто замечательно. Вы заметите, что вокруг мало людей, и это потому, что и Вирджиния, и Вашингтон все еще под карантином. Все остальные заперты дома уже больше месяца, но не бывший президент Обама. Для него гольф в загородном клубе — это жизненно необходимый вид деятельности. Через два дня после того, как была сделана эта фотография, запертые жители Вашингтона стали получать на свои телефоны официальное информационное сообщение. Сообщение было записано по просьбе правительства Вашингтона женой Барака Обамы, бывшей первой леди Мишель Обама. Вот что было сказано в сообщении. Помните, мы призываем вас оставаться дома, за исключением случаев, когда вам нужна неотложная медпомощь, необходимые продукты питания или другие товары первой необходимости, или нужно выйти на работу. Оставайтесь дома, за исключением неотложной медицинской помощи, необходимых продуктов питания, необходимых работ. Это послание Мишель Обамы для вас. Ей не пришло в голову, что эти стандарты могут распространяться и на ее семью, и поэтому она не упомянула о жизненно необходимых поездках в загородный клуб. Тот факт, что к ним применимы правила, окажется, не приходит в голову никому, кто находится у власти в настоящий момент. Всего несколько недель назад Лори Лайтфуд, мэра Чикаго, поймали на укладке волос у стилиста, в то время, когда для простых граждан Чикаго салоны были закрыты. Стилист Лайтфуд сдала ее в Фейсбуке. Ее оправдание, цитата, «Я публичное лицо этого города, я в национальных СМИ, и я на виду у публики». Другими словами, сказала Лайтфуд, «Я намного важнее вас, заткнитесь». По всей стране наши лидеры насмехаются над карантином, который они с таким энтузиазмом вводили. Они не намерены следовать тем ограничениям, которые они налагают на своих сограждан. Они не заинтересованы ни в каких научных разработках. Таких людей все больше, и это ставит под сомнение оправданность вводимых ими мер. И за дня в день накапливаются доказательства того, что массовые карантинные меры не приводят к тем результатам, которым, как утверждали политики, они приведут. Огромное количество людей все равно заражено, гораздо меньше из них умирает, чем мы ожидали. Тем временем наши политические лидеры делают вид, что ничего этого не происходит. Буквально вчера губернатор штата Мэн Джанет Миллс продвела изоляцию в своем штате на неопределенное время. Она приказала гражданам оставаться дома за исключением основных видов деятельности и, цитирую, «единичных покупок продуктов». Миллс запретила открывать бары и рестораны, летние лагеря, а также некоторые государственные парки. Она сделала незаконным для отелей бронировать номера даже на будущее. Она отменила каждый летний фестиваль в штате. Она сказала каждой церкви держать свои двери на замке, гарантируя тем самым, что многие из них прекратят существование и исчезнут навсегда. Она также сказала жителям штата Мэн изменить свою личную жизнь, в том числе и в самых интимных отношениях. «Никаких рукопожатий», — приказала губернатор, сделав на этом большой акцент. Благодаря решениям Джанет Миллс, Мэн никогда не будет прежним. «Но все эти ограничения необходимы», — объяснила она. «Из-за крайней и исключительной опасности, с которой сталкивается штат Мэн». «Я хочу внести ясность. Мы все еще не выбрались из этого леса. И, скорее всего, мы задержимся здесь на какое-то время». «Еще не выбрались из леса» — ободряющие слова, похожие на что-то из того, что мог сказать Черчилль во время Блица. Так как именно выглядит тот лес, о котором говорила Джанет Миллс? В тот самый момент, когда она говорила, в общей сложности 33 человека лечились в больницах штата Мэн от коронавируса. 33 человека. Из населения более чем в 1,3 миллиона человек. За весь период эпидемии всего лишь 51 человек в штате Мэн умер от коронавируса. Тем временем, как и всегда, есть обратная сторона. Непосредственно из-за постановления об изоляции Миллс, более 10% населения штата Мэн в настоящее время являются безработными. По всему штату рушится бизнес. Прогноз, сделанный Oxford Economics, показывает, что Мэн будет страдать от этих мер сильнее и дольше, чем любой другой штат в стране. Это пропорциональный ответ на угрозу. Вовсе нет. Это вандализм. Спичрайтер Миллс усердно работал, чтобы ее безрассудная программа звучала поэтично. Люди, которые сейчас живут раздельно, чтобы когда-нибудь мы снова могли быть вместе. Когда-нибудь мы снова сможем быть вместе. Спасибо, губернатор. Мы ценим вашу доброту. Спасибо, что разрешили. Так как долго это продлится, пока мы снова сможем быть вместе? Ну, Миллс, которая явно наслаждается своей новообретенной властью, не уточнила, как долго это продлится. Для этого, цитата, нет определенного срока. «Все не скоро станет нормальным», — предупредила она. «Мы вырабатываем новую нормальность», — цитата. Вам может быть интересно, где именно Джанет Миллс получила власть изобретать, цитата, «новую нормальность» для 1,3 миллиона человек. То есть переделывать человеческое общество на свой вкус. Миллс тоже этого не объяснила. Вместо этого губернатор прочитала отрывок из произведения 31-летней романистки по имени Вероника Ротт. Ротт написала, что нужно, цитата, «стиснуть зубы, превозмогая боль», что это является частью, цитата, «медленного перехода к лучшей жизни». Глубокие мысли с Джанет Миллс. «Медленный переход к лучшей жизни» — это то, что обещает Миллс. Но подождите, разве это не должно быть как-то связано с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, новейшей эпидемиологией, наукой? Да, это все было в прошлом месяце. Теперь речь идет о цитата «лучшей жизни». Люди во власти злоупотребляют своей властью. Возможно, в этом и заключается смысл. Появление ужасающего нового вируса из Китая дало нашим лидерам больше власти, чем кто-либо когда-либо в истории этой страны имел. Шесть недель назад Америка была чем-то напоминающим несовершенную демократию. На горизонте были выборы, до которым нам вроде как было дело. В те времена Эндрю Куома считался, возможно, коррумпированным региональным лидером такого гангстерского типа. Внезапно все изменилось. Теперь это олигархия, управляемая бюрократами и технологическими магнатами, никто из которых не подотчетен избирателям. Наши лидеры принимают решения, которые изменят жизнь вашей семьи навсегда, практически без какого-либо контроля и подотчетности, и, конечно, им это нравится. Мы не должны удивляться, что они не хотят, чтобы это закончилось. Джефф Безос, например, заработал миллиарды долларов с начала блокады. Насколько вы шокированы тем, что его личная газета «Вашингтон пост» максимально громко заявляет о том, что «изоляция должна продолжаться». Не очень шокированы. Они все так считают. Это лучшее, что с ними когда-либо случалось. Это их шанс. Давайте представим, что вы однажды пытались возглавить страну, но в двух отдельных случаях избиратели вас отвергли. Они недолюбливали вас, и им не нравилась ваша программа настолько, что они выбрали владельца казино из реалити-шоу вместо вас. Что, если бы это случилось с вами? Наверное, вас бы это ужалило, и было бы очень обидно. А потом, однажды вы просыпаетесь, а в стране настоящий хаос. Нормальная жизнь приостановлена. Это прекрасная возможность навязать свою волю парализованной нации. Вы бы воспользовались этой возможностью. Вот и она воспользовалась. Все виды медицинской помощи должны оставаться доступными, включая репродуктивное здоровье. И в конечном счете, и быстро, я надеюсь, это приведет нас ко всеобщему здравоохранению. Было бы ужасно не воспользоваться этим кризисом, как говорится в старой пословице. Больше абортов! Всеобщее здравоохранение! Это необходимая реакция на уханьский коронавирус, заявляет Хиллари. Да. У каждого политика есть идеологический список желаний. Обычно он наполнен странными и маловероятными идеями, которые в нормальных условиях сдерживаются избирателями. Коллективный избиратель инстинктивно не доверяет идеологии, и не зря. Но сейчас никто больше не сдерживает эти идеи, никого больше не волнует, что думают избиратели. Пришло время править без ограничений. Смотрите, как мэр Нью-Йорка Билл Деблазио объясняет, что в интересах общественного здоровья или чего-то в этом роде нам нужно больше, цитата, инклюзивности и справедливости. Этот город неоднократно списывали со счетов, но каждый раз этот город справлялся и становился только сильнее. И сейчас мы справимся, став сильнее и справедливее. Создание, как часть более масштабной стратегии городской рабочей группы по расовой интеграции и справедливости, это неотложная задача городского правительства. Сосредоточившись на диспропорциональности, которую мы видим, убедившись, что мы имеем дело со структурным расизмом, который, очевидно, присутствует в реалиях, с которыми мы сталкиваемся в связи с этой болезнью. Так эта пандемия на самом деле имеет отношение к структурному расизму. Вот что говорит нам Билл Деблазио. Спорим, вы этого не знали. Спорим, вы предполагали, что это вирус. Помните? Насколько вы сбиты с толку, не имеет значения, потому что Деблазио наплевать, что вы думаете. Как и все наши лидеры, отныне он планирует делать именно то, что хочет. И он имеет такую возможность. Я играю на гармошке у прохожих, на виду даже лень, день рождения только раз в год.